Одной из добродетелей в человеческом обществе считается помощь ближнему. Как правило, мы под этим подразумеваем помощь человеческому существу, и лишь немногие из нас готовы на самоотверженный поступок ради наших братьев-меньших. А ведь они, оказавшись в трудном или отчаянном положении, в отличие от людей, которые способны позвать на помощь, могут лишь уповать на наше внимание и добросердечие. Сегодня вы узнаете о десяти трогательных историях, которые случились благодаря людям с по-настоящему большим сердцем и открытой душой. По факту... В Северной Каролине живет Холли Чандлер Гринвилл, хозяйка пса по кличке Арахис. Арахис знаменит тем, что стал победителем конкурса «Самая уродливая собака в мире». Своей внешностью он обязан не природе матушке, а человеку. До того, как попасть к Холли, Арахис 9 месяцев томился в приюте и медленно погибал. Ветеринары высказали предположение, что Арахиса еще щенком облили кислотой или подожгли. Хозяйка собаки считает, что благодаря победе ее питомца на конкурсе население станет более информированным о последствиях жестокого обращения с животными. А приз в размере 1500 долларов Холли планирует потратить на оплату ветеринарных счетов других животных, пострадавших от жестокости человека. Пример самоотверженности показал американский биолог Адам Уорвик. Он спас утопающего медведя. Однажды в частное владение во Флориде забрел огромный черный медведь. Перепуганные владельцы дома вызвали полицию. Но блюстители закона тоже не смогли прогнать косолапого. Поэтому было принято решение применить транквилизатор. Однако после попадания дротика Мишка испугался и ринулся к близлежащему побережью океана. Так случилось, что транквилизатор подействовал уже в то время, когда медведь находился в воде достаточно далеко от берега. И тут Адам Уорвик, невзирая на опасность быть разорванным двухметровым гигантом, бросился в океан, подхватил 180-килограммового медведя и выволок его на сушу. А эта история произошла в Атланте. Как-то прогуливаясь в лесу, женщина по имени Ким Диленбек нашла щенка с врожденным физическим отклонением. Его туловище в два раза короче туловища обычной собаки. Несмотря на совет ветеринаров усыпить беднягу, Ким забрала щенка к себе домой, где Хрюша, именно так ее назвала хозяйка, живет до сих пор. У Ким Диленбек уже не первый опыт спасения животных, но случай с Хрюшей даже она считает уникальным. Неизвестно, как сложилась бы судьба семинедельного Чихуахуару, который родился с деформированными задними лапами и был выброшен хозяевами в сточную канаву, если бы мимо не проходила Алисия Уильямс. Еще студенткой во время практики в ветеринарной клинике, Алисия познакомилась с курицей по кличке Пенни. Над птицей проводили медицинские опыты, после которых ее полагалось усыпить, но Алисия уговорила работников клиники оставить Пенни себе. А буквально через несколько недель она нашла Ру. С тех пор они так и живут втроем. В Калифорнии живет человек с по-настоящему доброй душой. Эльдад Агарь большую часть своего свободного времени посвятил спасению животных. Однажды, проезжая вместе с товарищем на автомобиле по улицам Комптона, Эльдад заметил движущийся клубок шерсти. Им оказался маленький щенок, которого впоследствии назвали Тео. Он был настолько испуган, что даже укусил Эльдада и долго не мог успокоиться. Со временем Тео все-таки поверил в людей, а Эльдад сотворил маленькое чудо, преобразив щенка не только внешне, но и внутренне. Эта история тоже произошла в Калифорнии. Ее героем стало Чихуахуа. Вернее, героем стал все-таки полицейский офицер, который проявил человечность и сострадание, обнаружив перепуганную собачку на разделительной полосе оживленного шоссе. Офицер не только спас животное от неименуемой гибели под колесами автомобиля, он смог еще и разыскать хозяев шарм, именно такую кличку, как выяснилось, дали собаке две сестрички и их папа. Они целую неделю безуспешно искали свою любимицу, сбежавшую со двора. Благодаря небезразличному офицеру история закончилась счастливо. Однажды во время патрулирования заказника в Южной Африке, группа рейнджеров обнаружила убитую браконьерами самку-носорога. Рядом с мамой, не переставая, плакал ее детеныш. Рейнджеры осторожно забрали трехмесячного малыша от тела матери и решили перевести его в центр исчезающих видов, резонно решив, что Герти, так его назвали рейнджеры, не выживет в условиях дикой природы. Несмотря на перенесенный стресс, благодаря человеческой заботе и внимательному уходу, Герти вырос и стал нормальным носорогом. Среди животных тоже существует крепкая привязанность и дружба. Главное не только об этом знать, но и понимать их чувства. Ослику Джилибин и козленку Джи повезло, что в их жизни появился человек, понявший их чувства. А случилось вот что. Ослика и козленка поместили в разные приюты для животных. Животные очень тосковали друг по другу. Дошло до того, что физически здоровый козленок отказался от пищи и начал увядать на глазах. Чтобы спасти мистера Джи, доброволец приюта отправился в приют, где жил Джилибин и воссоединил друзей. Знаменитая защитница животных Робин Дорман однажды приехала в Южную Корею, пытаясь ввести запрет на употребление корейцами собак в качестве пищи. Во время этой поездки Дорман спасла от съедения четырех собак. Одной из них был пес по кличке Нан, которому посчастливилось сбежать из клетки прямо на рынке. Нан повезло, он встретил Дорман и после посещения ветеринара он будет помещен в приемную семью. А затем добровольцы найдут для него любящего хозяина. А в этом случае забота о бездомном животном помогла человеку наладить собственную жизнь. В 2000 году Роза Котович в течение трех дней похоронила жениха и отца. После такого потрясения женщина впала в глубокую депрессию. Со временем Роза потеряла работу и квартиру. Она каждый день проводила на кладбище у могилы своего умершего парня. И кто знает, как сложилась бы ее жизнь, если бы однажды она там не встретила кошку Мисс Смокинг. Благодаря тому, что Роза начала заботиться о кошке и уделять ей много внимания, женщина стала понемногу приходить в себя. У Котович снова появился интерес к жизни, она подала заявку на программу доступного жилья и вскоре выиграла квартиру в жилом комплексе. Само собой, Мисс Смокинг теперь живет вместе с Розой. Я буду рад, словно был рад тогда, давным-давно, когда мы с мамой подобрали брошенного котенка прямо в лесу. Если ты подпишешься на канал, а также посмотришь 10 героических поступков животных и 10 необычных способов оставаться здоровым, которые работают. Субтитры сделал DimaTorzok